Всем привет! С вами я Татьяна Шадрина. Вы у меня на канале Время Шить. Сегодня время шить пальто. Я дошила свое пальто. Я сшила для себя утепленное пальто и записала подробно видео по шивам. Давайте посмотрим на пальто. Я сейчас его покажу подробно в разных ракурсах. Сейчас оно висит на манекене. Мне, конечно, очень трудно это сделать, потому что мой размер большой, а манекен у меня маленький. И вот опять не пишите, что полы расходятся или сходятся. Все нормально, когда пальто надеваю на себя. И плечи здесь очень сильно свесли. Показываю просто на детали. Какие детали, как выглядит в целом. Вот воротник. Воротничок можем мы, конечно, отвернуть. Сейчас я его подняла специально показать, чтобы... Вот так мы отворачиваем воротничок. Вот так он лежит. Вот такое пальто. Ну а теперь давайте посмотрим мое пальто поближе. Вот оно лежит на столе сейчас. Вот такая красота. Я уже это пальто очень люблю. Ткань просто шикарная. Посмотрите, это края бортов. Вот здесь у нас вот такая дырочка. Вот такая складочка, естественно, по низу заложена. Это у нас шлица, пальто со шлицей. Пальто у нас на утеплителе. Кстати, хорошо видно, как я вручную простегала утеплитель. Утеплитель у меня шерстепон. 80% натуральной шерсти и 20% вискозы. Очень комфортный утеплитель. Вот здесь у меня карманы с листками. Вот там такая плотная поплиновая ткань, чтобы у меня было приятно рукам туда располагаться. Это у меня пуговицы. Пуговицы вот с такими подпуговичниками. Лацканы края. Небольшие лацканы. Я хотела сделать маленькие лацканы, потому что буду носить пальто не с воротником, с пушистым, а с шарфами. Посмотрите, какой формы у меня рукав. Рукав по типу окорочок, внизу зауженный. Потом здесь очень широкий. Рукав двушевный, поэтому такая была возможность сделать его вот такой формы. Посмотрите, пройма широкая, глубокая. Плечо низкое, опущено вниз и спущено от моего естественного плеча сантиметров на 5. Поэтому я подплечник, конечно, поставила, но плечо, головку сделала, посмотрите, такую лысенькую, скажем, не грибочком, такая покатая головка. Ну, это вот все. Хотелось мне добиться такой современной формы пальто. Вот так оно выглядит. Изнутри уже все показала. Здесь я не делала обтачку, потому что когда это обтачка, да еще с утеплителем, не люблю я это делать. То есть вот я просто вшиваю воротник, подкладку. Здесь у меня вот такая вешалочка на всякий случай. Хотя, конечно, пальто буду хранить на плечиках. Здесь у нас заложены складочки вот такие небольшие. И тоже утеплитель и в рукавах. То есть утеплитель везде. Борта неширокие. Карманы расположены ниже талии. На вход в карман на 4,5 см я сделала. И карманы, вот мешковины достаточно глубокая, чтобы у меня ничего не выпало из кармана. Поэтому карманы чуть-чуть выше, скажем, обычно считается 5-7 см. У меня вот 4,5 см ниже талии. Для того, чтобы была возможность делать глубокие карманы, мешковины, иначе просто не забраться в карман до донышка. Ну вот с удовольствием показываю еще раз мое пальто. Очень красивое, уютное. И вот еще раз позволю себе порекомендовать вот эту ткань. Посмотрите, это, кстати, петли на машинке обработала машина, справилась спокойно. Ткань шикарная. Вот я сейчас крупным планом покажу. Посмотрите, есть ворсинки, вот такие какие-то буклюшечки. С тканью очень комфортно работать. Очень. Она прекрасно поддается утюжке, эта ткань. Она прекрасно формуется. Стопроцентная шерсть итальянская, пальтовая. Не толстая, но теплая за счет того, что это стопроцентная шерсть. Шелковистая, тяжеленькая. Пальто такое получилось, ну как сказать, нелегкое, воздушное, а такое прям настоящее, как тяжеленькое, упругое пальто. Мне очень нравится. Ну тяжелое не в отрицательном смысле, а в том, что надеваешь верхнюю одежду, ты чувствуешь, что это верхняя одежда. Оно, конечно, не тяжеловесное. То есть оно прекрасное, пальто получилось. Мне очень нравится. Я предлагаю вам шить свое пальто вместе со мной по моим видео. Я предлагаю шить пальто в формате марафона. А по итогам марафона мы разыграем подарки. Будут ценные призы. Это классический вариант. Мне очень хотелось сделать его современного такого вида с расширенными плечами, свободного кроя, без выточек нагрудных. Длинное достаточно пальто. Мне безумно понравилась ткань, из которой я сшила это пальто. Ткань от магазина Велес. Ткань это итальянская стопроцентная шерсть. Ткань шелковистая, тяжеленькая, интересного плетения, очень приятная на ощупь. Конечно же, эта ткань достаточно теплая. Полотно не очень толстое. Именно такого, скажем, такого объема или такой плотности, что из него комфортно шить. И, кстати, вот именно подобный формат ткани очень подходит для вашего первого пальто, если вы до сих пор еще ничего не шили. Потому что вот именно такая фактура, не гладкая фактура, не ворсистая фактура, не имеющая, скажем, направленного ворса, такая фактура скроет мелкие недостатки, которые возможны при шитье у новичков. Где-то неровные строчки, даже, может быть, не по вашей вине, из-за того, что техника не справилась. Потому что все-таки пальто сшить, это сложно. Хочу сразу настроить, что пальто сшить, в принципе, это сложно. Трудоемко даже, я бы сказала. У меня вот сейчас девочки приходят в студию, мы рассуждаем. Как я говорю, что самый сложный узел это уголок вот этих лацканов, так называемый раскип. Это единственный сложный, который трудно выполнить, скажем, совсем новичку. Все остальное технологически понятно, как шить прямые строчки, скажем, повороты, какие-то там отстрочки. Легко, но долго. Вот, например, чтобы выполнить вот такой рукавчик, нужно соединить 6 деталей между собой. Ну, во-первых, этих 6 деталей нужно сначала выкроить, а потом соединить воедино. Настраивайтесь на это. В пальто очень много деталей всевозможных. Так-то кажется, оно простое, лаконичное, но внутри есть у нас подкладка, подкладка с утеплителем. Пальто проклеено дублерином, есть вот такие подборта, карманы. Вот это максимум деталей, которые есть в этом пальто. А, есть еще шлица на спинке. Вот с этим придется повозиться. Если вы думаете, что пальто сшить это так вот раз, легко и быстро, нелегко и небыстро, пальто сшить долго. Но, я все-таки думаю, что если вы настроились на пальто, то сшить его очень реально. Наш марафон будет длиться 2 недели по плану. Я думаю, что если в каждый день будете тратить на пошив пальто 1,5-2 часа, то за 2 недели можно уложиться. Но, конечно, при наличии определенных навыков. Я расскажу, за счет чего можно упростить работу с пальто. Ну, например, пальто со шлицей, конечно, сложнее, чем пальто без шлицы. Ну, например, накладные карманы выполнить проще, чем вот такие карманы с листочкой. Ну, например, просто отложной воротничок выполнить проще, чем воротник вот такого английского типа. Например, рукав одношовный выполнить проще, чем рукав двушовный. Ну, вот такие моменты, например. Мы это с вами обсудим на марафоне. И у вас будет возможность, скажем, решить для себя, хотите ли вы более такой усложненный вариант, более интересный, либо более упрощенный вариант, как пробный вариант пальто. Здесь уже на ваше усмотрение. Ну, еще раз, про марафон. Выкройку пальто мы строим вместе, но я рассказываю, как можно выкройку подобрать готовую в журнале и адаптировать под это пальто. Стоимость участия в марафоне всего 500 рублей. Для тех, кто уже был в моих марафонах, стоимость 400 рублей. Присоединяйтесь, настраивайтесь и будем шить пальто. Если вы решите присоединиться к марафону по шитью пальто, переходите по ссылке, которая внизу под видео. Но я еще оставлю ссылки в комментарии в первом своем. Вы можете шить пальто в закрытой группе в Телеграме, либо ВКонтакте. Выбирайте, где вам комфортнее. У нас проходит марафон и там, и там. О подарках на марафоне расскажу подробнее немного позже. На этом видео заканчиваю. Жду вас в комментариях. Пишите, как вам понравилось ли мое пальто. Пишите, кто готов участвовать в марафоне. Буду рада видеть вас. Всем пока-пока. До встречи.